Сегодня получился матч очень боевой, по самоотдаче, по моментам. Две команды хотели победить, ни одного человека я своей команде не могу упрекнуть. Хочу поблагодарить их за очень бойцовские, хорошее качество. Во втором тайме показали еще и футбол добротный, когда Буковина не знала, что делать. Гол, который следствие в конце забили, ошибка позиционная была, защите в обороне. Нам деваться все равно никуда было. 0-2 или 1-1 мы хотели спасти матч. Я все равно поблагодарил ребят за самоотдачу, второй тайм вообще прекрасно сыграли, хорошо во всех компонентах. Прежде всего ребята молодцы, нужна нам была эта победа, потому что по игре мы не заслуживаем того места, на котором мы сейчас находимся. По игре, можно так сказать, это одна из самых легких побед в мою работу. Ничем команда не удивила, тарабанила вперед, боролась. Ничем нас не удивило, поэтому такой результат могло быть и больше. Скажите, Владимир Владимирович, задумывал ли вы о реализации? Ну, уже два мяча, уже хорошо. Ясно, что были моменты, но уже хоть хорошо нравится и радует глаз, что ребята перемещаются на больших скоростях по штрафной противнике. Ясно, что за моментами должен быть результат. Вот сегодня уже два мяча. Будем надеяться, что мы наконец-то в атаке. Ну, в принципе, я не говорю, что наведем порядок, просто начнем забивать. В общем, чем на вашу думку уже пожевала, выиграла нам на поле? Ну, если не забил, значит, не совсем то, что мы хотели. Ну, пока мне показывают то, что надо. Ну, это, знаете, мы на него рассчитываем, но пока ясно, что 5 игр, ни одного мяча, значит, есть претензии. Ну, я даже беру с тобой сезон, а когда он даже вошел, то же самое получалось. Пока нет, потому что... Согласен, согласен с вами, видите, вы лучше разбирайтесь. Ну, теперь поздравляю вас с первого матча, который выиграли первым. Спасибо. И дальше, чтобы не пошли хотя бы там, вы могли говорить, что двигались вперед так, конкретно. Будем стараться. Чтобы вытрачали переможного витру у витри. Ну, так загадывать, я гарантирую то, что ребята будут отдаваться на 100% на футбольном поле. И еще скажите, пожалуйста, если вы уже слышали твердость команды на поле, потому что у нас, либо, постоянно тянули до гола, дотягли, но забывали не вдавалось. Чи есть уже терпение, что у нас в следующих матчах? Ну, есть, ясно. Первый тайм, можно так сказать, такой неплохой. Был виден центральный нападающий, который носил какую-то нервозность у противника. То есть брал на себя и мог забить мяч, хороший мяч. Плюс ребята на флангах уже так разбежались. Плюс люди, которые были травмированы, тоже с антропинских, что тренируются в общей группе. То есть вот-вот-вот-вот мы должны, я так думаю, где-то к концу августа, я не говорю, что мы сейчас плохо играем, но где-то оптимальное, где-то сочетание, и должны уже как одно целое выиграть. И, знаете, плохо выбивают эти травмы, потому что никто на это вроде не обращает внимания. Вот у нас Дорож сейчас вообще с нами не тренировался, мы ехали на выезд, вот здесь сам готовился. Пришлось бросать его в игру, довольно-таки неплохо сыграл. Да никто это, вроде они так смеются, мы говорим, там сотрясение, там сломали, там чуть Орловского не убили. Нет, эти все смеются, а мы, знаете, имеем проблемы. Мы же не такой клуб, что у нас по три тысячи человек на месте. Тем более, есть много молодых ребят у нас, которые в команде и ждем, что вот-вот-вот они должны стрельнуть. Ну, как вы думаете, всегда я говорю, не то, что я объясняю, что так, знаете, без стабильности нет результата. Каждые полгода новая команда, поэтому и сейчас я не говорю, что про результаты. Есть команды, которые, можно так сказать, выделяются игрой, то есть сослаженные. Тот же ЛЧС, тот же Нефтяник Ахтырка. Люди по два, по три года одни и те же. Мы только соберем, разбежались, соберем, разбежались. Ну, я так понимаю, что, значит, пока такая участь у меня в Буковине. Будем смотреть там дальше, может, что-то, кроме меня.